Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рэй мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды так заберем свои награды это первое второе в магазине бесплатный пак окей так и дальше быстренько наверное пробежимся по заданиям так пройти серию испытаний ну у нас новый круг даже какое нафиг вернуться в бой вернуться не надо никуда возвращаться давай это все пропускаем дело базар эти мы уже видели их не один раз так донни еще один донни как-то не совсем удачно я подобрался команду два ракетами понижение атаки сделали готов готов и бежим быстренько прямиком на вторую волну где нас встречает бибоб и рокстеди еще всякие ржавые железяки здесь стоят я валун тратить не буду я наверное давай тройным укусом тройной укус должен его пробить так точно так теперь сюда пощечину еще и постепенный урон а если вот так вот ну что-то консервная банка выпендриваешься это мне на изи по-другому и не скажешь так это мы прошли с тобой дальше у нас по плану поиски элементов нет вру какие поиски элементов ребят мы идем с тобой на на список получается да то есть сложные до сложные бои легкие бои не ребят так не пойдет знаешь почему потому что у нас мутагена мало нам придется все таки идти в бой хотел было схитрить но видишь не получилось придется выступать ладно ладно сорок второй сорок первый и 39 ранг у нас здесь у противников ну что же научим их уму-разум хотя ребята опять же не факт пятьдесят шестой не так далек от сор первую уровня и да и противник здесь смотри какой жестковатый будет здесь у нас и леонардо здесь же и бакстер стокман далее может захилять поэтому нам надо как бы быстрее его вольнуть макман очень силен поэтому давай лео с массовой смотри бакстер выжила бакстер выжил ну это было ненадолго это было просто показуха с его стороны что он такой крутой так а нам ребята о и мы с вами в лиге самураев счет как-то что-то мне это не нравится мы в лиге самураев ребят я думал что мы в лиге сёгнов ну как бы не так да я возьму кого-нибудь посерьезнее здесь посерьезнее и такое нам акмана нет посерьезнее это будет ну допустим даже змейковьен только лишь потому что ребята у него 70 уровень был бы у него конечно сотый мне кажется он был бы топчиком потому что у него и так в принципе неплохая довольно атака надо убирать отсюда шреда блин убрать шреда говорю и сам же даже не получилось есть так теперь теперь давай наверно слыша никаких массовых атак дальше давай ультра крик ультразвук не знаю и он вышел и он выжил но промахнулся на на по башке своими бутонами надавал ему прекрасно так ну и мы двигаемся дальше ребята 5 шикарно лига самураев у нас три звезды 1418 я возьму наверное ребят крысиного короля здесь ну чтобы по-быстренькому пробежаться раз два три четыре сейчас просто выпускаем с тобой стаю крыс и она их здесь рвет всех поехали я вот не понял ребята почему у него рожатый зеленые у крысиного короля насколько я помню в мультике слушай я даже не помню он в мультике откуда-то взялся единственное что я помню что он боя сплинтер его боялся потому что он мог завладеть его разумом уже повелитель крыс так ведь но откуда он взялся он же по моему был каким-то ученым есть я не ошибаюсь он по моему связан с роквеллом они оба вроде бы как были учеными только один из них превратился в обезьяну а второй а со вторым не помню то ли на него мутаген пролился то ли еще что то вот он стал таким но почему него рожа зеленая по моему в мультике него рожа синяя как у синяка ребят я могу ошибаться если что поправьте в комментах честно скажу не помню давным давно это все было мультики смотрел и почему-то только сейчас обратил на это внимание почему у него харь зеленая у крысиного короля может быть я что-то попутал подзабыл но роквеллом то я помню что чувак что-то там вроде бы как бы эксперименты то ли у него обезьяна была то ли еще что-то он на ней эксперименты ставил потом на него падает мутаген и они обмениваются этими как сказать мозгами можно так сказать то есть обезьяна становится ученым а ученый становится обезьяной насколько я помню так ну что давай сюрикенами тогда слышать что за команду себе взял нормальная команда отлично донни один вырубил и всех прекрасно но я чувствую до лиги сегунов то мы в принципе доберемся быстренько так 15 19 давай я возьму на бакстера здесь тут понятное дело выпускаем смертельную волну если кто не падает тот наверно погибнет скорее всего от постепенно урона и либо наши уже ребята смогут их на изи до смертельные волны одной хватило окей пошуршали дальше потихоньку так с 39 на 17 ну неплохо неплохо так перепрыгнули 15 19 возьмем рафаэля здесь и да ладно пускай принципе донателло будет ничего страшного если что мы с тобой рафаэля поставим в провокацию до донателло ну донателло 1 свой удар естественно он делает массовым тут уж извините а остался один сплинтер хорош да не зажег да огоньком своим молодец красавчик но есть мы вернулись ребятушки в лигу сегунов но мне бы хотелось бы лигу сегунов 3 звезды сегодня взять маловероятно судя по всему но попробовать ну хотя бы 2 бог с ним две звезды слушай мы в прошлый раз по моему остановились на лиге сегунов 2 звезды сегодня я зашел но я правда не играл сколько дней два дня пока работал нас скинули до лиги самураев на 2 звезды то есть ну сейчас посмотрим сколько вот были маловато около до чуть-чуть ты делаешь то около 20 ступенек мы пробегаем всего лишь около 20 ступенек чтобы пройти одну лигу нам нужно с тобой получается сделать 5 поединков ну потому что 5 на 20 будет сотка так что имей ввиду ну давай рафаэль бог с ним четко 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 он звезданул костяшками и четко он их всех тут разнес меня удивляет иногда вот в комментариях до сих пор еще иногда люди пишут рэй а как ты играешь на компьютере друзья мои ну эмулятор есть такое программная не знает есть такая программа короче называется эмулятор android игр на пк их очень много разных всяких есть я использую ld player это основной мой да я наверно его только использую потому что все остальные я удалил я удалил bluestacks я удалил мимо я удалил что у меня там еще было так bluestacks мимо я удалил еще какой-то был один сейчас не вспомню все это к чертовой бабушки удалил и оставил себе только лишь один ld player все больше мне ребят пока и не надо мне этого за глаза и за уши хватает все вроде бы тянет все идет без иногда конечно бывает глюки за пары но самое что приятное ребят во время переустановки винды и тому подобное на ld player сохраняет все то есть у него не как например у bluestacks а сейвы идут на диск c там куда-то фиг знает в какую там папку наверно в папку темп как обычно если ты переустанавливаешь винду то ты уже bluestacks не запустишь ну или мало ли какой-то сбой будет в этой лд-шке уже два раза винду переустанавливал и это лд-шка ребята играет только в путь не надо ничего установить просто запускаешь и все вот это у нее огромный плюс в сравнении с остальными всеми этими эмуляторами такс ну что же у нас там у нас все ребята семидесятники пошли да я смотрю ты дич блин вот все равно он слабоватый привет ну слабый он у нас сотового уровня да ну такой какой-то вот я не знаю слышишь вроде здоровый гигант такой блин с булавой по идее он должен там крушить ломать а по мне он слабак какой-то не дотягивает он до уровня там я не знаю супершреддера или до уровня даже до уровня усаги он не дотягивает ну это мое ребята мнение не знаю вот он где-то сейчас на уровне вот этого нашего пиццелицева или паукуса на себе сами 70 или 80 уровне вот так вот я могу ребята вот такой охарактеризовать давай крэнк жаривай ну крэнк красавчик конечно вот эти все массовые атаки что у крэнга супершреддера да у нашего армагона они конечно по красоте бомбят а мы с тобой уже перебрались до лиги силу на в 2 звезды 85 позиция но боев у нас остается впереди очень мало поэтому какого-то лютого рывка у нас не будет возьму лео лапекс и вот этих вот железноголовый ребята вот он мне нравится он и провокаторы массовый атак есть единственный у него минус но он очень большой это его медлительность я не знаю почему его таким но вообще супер медленным сделали в чем он виноват то что он типа робот тормоз или или хейли как это с чем то можно характеризовать такой вот твой малую инициативу нет если у тебя бы был бы например персонаж который бы нам прибавлял бы охренительно фокус то есть инициативу скорость но опять же это за счет чего-то а сам-то по себе он все равно медляк но зато у него есть провокация зато у него есть ракеты сам по себе он такой жерноватенький так скажем вот легко не пробить в отличие от кого даже в отличие от тимоти тимоти там кто-то джастин меня вообще ребят до сих пор просто вымораживает у нас же джастин 100 в уровне или 70 я не помню где он у нас мы по-моему фуку прокачали на плечется не посмотреть никак ну вот для своего уровня он вообще ребят длись просто длись нет дрищ вот так скажем длись это мягко для него дрищ самый настоящий никудышный дрещоныш да с против слабеньких конечно он годится но против слабеньких любой годится у которого есть массовая атака а вот чтобы на него положиться как я не знаю на соратника нашего отряда хренушки обязательно где-нибудь обделывается как ни крути ну что я не знаю ну давай маузер фотографии с ним ребят ну не получилось у нас дайте чуть-чуть буквально не хватило ну в принципе это не так страшно еще впереди есть денечки у нас так сколько то что получается болин телефон какой-то у нас день день недели так среда она у нас сегодня среда четверг пятницу работаем субботу воскресенье понедельник были мне еще и в понедельник получается понедельник комиссия твою налево схожу на комиссию после ночных да а потом с утра ну пипец какой-то все выходные на смарку как говорится перед комиссией не дрепнуть не шиша понятно так ну что ребят мы с вами закончили арену испытание у нас черепа щебурю мы ждем в пятницу это понятное дело такс давай смотреть у нас ух ладно тогда давай лево вкачаем так леонардо подожди леонардо видение вот он тогда мы ему поднимем уровень пускай не будет 64 такс нам не хватает 5 ножей на 5 ножей для пиццы ага давай еще а я этих подожди вот так вот ну давай не жмись так и последний нож козырно козырно так бой 12 кружек 12 кружек и так получается сколько 10 получается 10 9 8 7 7 так 6 5 4 3 2 и последнюю есть блин почему не так все время по подсчетам получается окей ребят ну что прокачиваем до 5 ступени я не помню до 6 нам нужен 70 уровень до 70 уровень чтобы нам до следующего уровня ранга подняли так здесь забрали ну испытания ребята пока закрыта у нас да в принципе все вот арена сегодня такая вот получилась ребята лига силунов ранг 34 завтра если доработки поиграем хотелось бы успеть возможно все таки возьмем лигу мастеров 3 звезды ой лигу мастеров лигу мастеров да хотя бы 2 звезды ну одну бог с ним одну взять с учетом того что у нас еще скинут и это будет неплохо так что ребятушки на сегодня все всем удачи и до новых скорых видосиков до новых встреч 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 Продолжение следует...